Добрый вечер, в прямом эфире информационная программа Вести калорий на Балкаре с главными событиями дня в республике Вас познакомит Арина Желясова и Александр Суедимов В начале коротко о главных темах выпуска В Нальчике прошло выездное заседание молодежного парламента страны Они абсолютно точно ставят задачи и решают их для обычных людей Что сегодня обсуждали молодые законотворцы Сахарный диабет не приговор Цель эндокринолога школы диабета в том, чтобы объяснить больному, как с этим жить Почему очереди в эндокринологический центр Нальчика не уменьшаются? Энергосберегающая вместо устаревших ламп накаливания администрация Нальчика взялась за уличное освещение Ну и теперь подробнее об этих и других событиях Сегодня в Нальчике продолжилась работа выездного заседания общественной молодежной палаты при Госдуме Российской Федерации В повестке дня 20 вопросов, в том числе и роль молодежных парламентских структур в реализации приоритетных национальных проектов в регионах С подробностями наш специальный корреспондент Альберт Корцаев Россия делает особую ставку на Северный Кавказ Подчеркнула в эксклюзивном интервью в Вестям Кабардино-Балкария заместитель председателя Госдумы Светлана Журова И молодежи в этом плане отведено одно из первостепенных значений Кабардино-Балкария оказалась в авангарде, потому что первый раз в истории России и нашего молодежного парламентаризма Выделили финансирование именно под молодежный парламент республики Это очень важно, потому что это такой пример для всех остальных Молодежная политика – приоритет в деятельности высшего законодательного органа республики, подтвердил председатель парламента КБР Ануар Чеченов Спикер приветствовал участников заседания от имени руководства республики Важно знать, каким образом достигают успеха в решении молодежных проблем власти на местах Поэтому так важны такие мероприятия, как ваши, которые позволяют и обсудить наборевшие вопросы И реально отменяться опытом работы Особенно важны они сегодня для нашей Кавказской республики Молодые законодатели из регионов страны рассмотрели и обсудили около 20 вопросов, которые предлагают на рассмотрение Госдумы Есть наработки и по 15 инициативам субъектов О них и не только шла речь уже на встрече в парламенте КБР Вице-спикер Татьяна Саенко отметила Молодежная палата – своего рода площадка, на которой будущие политики могут реализовать себя Гости согласились – ребятам из Кавардина Балкарии это удается К примеру, поправки в федеральный закон о здравоохранении, разработанные Бесланом Назрановым, принятые во внимание на федеральном уровне Без дела не сидим, отметил в своем отчете председатель молодежной палаты Аслан Шипшев Альберт Корцаев, Сафар Гириев, Анатолий Дереко, Аслан Хандоха, Вице-Габардино-Балкария А в актовом зале второй школы Чигема прошла встреча депутата Госдумы Дальбиш Хагошева с учителями, работниками здравоохранения и культуры Общение, дискуссия, кто бы что ни говорил – это самое мощное оружие – начал разговор Дальбиш Хагошев Учителя школ поблагодарили за повышение зарплат, но обратили внимание на низкие оклады младшего персонала детских садов 30% учителя мы подняли, а когда выступал Владимир Владимирович, если вы помните, когда инициатива вообще была поднята То, что обычно на повышение заработной платы мы выделяли учителям, школам, теперь должны вот эту часть направлять на повышение заработной платы уже для школьных учреждений Бурную дискуссию вызвал и законопроект о введении в школах новой дисциплины, основы мировых религий Педагоги признались, что родители выражают по этому поводу некоторую обеспокоенность Хагошев считает, что в теоретическом смысле вреда это не принесет, но дорабатывать проект в любом случае придется И лучше это делать на практике Подводя итог встречи, депутат Госдумы отметил, что такое неформальное общение помогает ему в законотворческой деятельности С 13 часов сегодняшнего дня решением руководства Оперштаба режим контртеррористической операции локально введен на части территории Чигемского и Баксанского районов В горно-лесистой местности между населенными пунктами Личинька и Заюково С 7.30 до полудня режим КТО действовал в одном из районов Баксана Силовики блокировали территорию, ограниченную улицами Карачаева, Ломоносова, Конкошева, где по оперативной информации могли скрываться боевики По окончанию проверки, временные ограничения, действовавшие во время контртеррористической операции на территории города Баксана, были сняты Тем временем правоохранительными органами Кабардино-Балкарии ведется розыск преступников По предварительным данным их было трое, совершивших вооруженное нападение на участковых уполномоченных полиции в Нальчике От полученных ранений один из них, Хасан Кушков, погиб на месте Второй офицер, Залдин Жамбиков, в тяжелом состоянии был госпитализирован И не приходя в сознание, скончался в республиканской клинической больнице На место происшествия тут же выехала следственная оперативная группа, эксперты, криминалисты, взрывотехники Введены в действие планы «Вулкан-3» и перехват, усиленные досмотровые мероприятия на дорогах, пути выезда из города блокированы Сообщает пресс-служба республиканского МВД О других событиях в Баксане завершается строительство бизнес-инкубатора Для республики он станет уже четвертым Стоимость объекта 50 миллионов рублей, специализированный центр в первую очередь будет оказывать помощь начинающим предпринимателям О том, как идет строительство и когда бизнес-инкубатор будет сдан в эксплуатацию материально нашего специального корреспондента Сафара Гириева Сегодня городской округ Баксан лидер Кабарина Балкарии по количеству субъектов малого предпринимательства Их насчитывается до 3000 единиц Число занятых в них более 10 тысяч человек Проблемы безработицы в городе нет Количество вакансий до 500 Вот этот строительство бизнес-центр должен стать своего рода институтом поддержки начинающего бизнеса Его основная задача помочь предпринимателям сделать первые шаги на стартовом этапе Объединение усилий бизнесменов по развитию малого бизнеса, реализации общих проектов и программ А также формирование благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы в отдельно взятом муниципалитете Строительство бизнес-центр рассчитан именно на это Мы долго искали место под строительство этого бизнес-инкубатора Выбрали этот проект Внешне там и внутренне все предусмотрено и по функциональным обязанностям И там будут размещены офисные помещения Таких помещений 40 и все они будут оснащены самой современной оргтехникой Это позволит создать около 70 рабочих мест Офисы будут предоставляться субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе Кроме того, начинающие бизнесмены смогут получать здесь консультационные услуги В зале инкубатора предусмотрен также зал для переговоров и конференц-зал Баксанские предприниматели смогут открыть свое дело и в четырех производственных помещениях, которые заложены в проекте бизнес-инкубатора Несмотря на непогоду, строительство центра идет полным ходом Делаем штукатурку, проводим канализацию, водопровод, отопление, закрываем крышу Согласно данным Государственного комитета КБР по занятости населения Сейчас в республике насчитывается около 11 тысяч безработных Это чуть меньше, чем в прошлом году И бизнес-инкубаторы – одна из мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабарина, Балкария Сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом В России число страдающих этим заболеванием составляет 3,5 миллиона человек Если 10 лет назад в статистике по нашей республике приводилась цифра около 4 тысяч То сейчас количество состоящих на учете вот-вот достигнет 15 тысяч Почему диагноз сахарный диабет все чаще звучит из уст медиков И какие методы борьбы с недугом применяются в эндокринологическом центре республики Сегодня узнавала Наталья Булат Книга отзывов и предложений Цитата Попала в эндокринологический центр в тяжелом состоянии За сутки поставили на ноги Спасибо Хашкулова И таких песен больше половины тетради Сейчас на учете учреждения около 15 тысяч человек Амбулаторно Обследование проводится в поликлиниках практически всех населенных пунктов республики Однако очереди в эндокринологический центр до сих пор не уменьшаются Очереди в наше учреждение связаны с тем, что, к сожалению, большинство пациентов каждый день до больницы имеет неудовлетворительный уровень сахара в крови И они воспринимают это как панацея Они ложатся на две недели, за это время приходят, но это всего из 365 дней в году, это всего две недели нормального удовлетворительного контроля А все остальное время нет За счет федеральной программы центр оснастили современным оборудованием Работают кабинеты диагностической стопы и ретинопатии В рамках модернизации системы здравоохранения выделяются средства на расходные материалы для помпи-сенсоров Они определяют уровень глюкозы в крови С обеспечением компонентов помогают и спонсоры Одну из таких акций сегодня провели представители республиканского отделения благотворительного российского детского фонда В рамках этой акции мы обеспечили все отделение по спискам, которые предоставил центр Необходимым материалом расходным Что касается глюкометров на два месяца, что касается помп на один месяц Весь височный состав детский, не исключая никого В последнее время эндокринологи в мире все чаще заявляют Диабет не приговор, надо только изменить образ жизни Как это сделать учат в школе диабета при Республиканском эндокринологическом центре Проблема в диабете заключается не в наличии самого сахарного диабета, а в наличии осложнений сахарного диабета То есть наша цель эндокринологов в отделении, цель эндокринолога школы диабета в том, чтобы объяснить больному, как с этим жить Курс обучения бесплатный и длится 6 дней Проходить его медики рекомендуют дважды в год, причем не только пациентам, но и их родным и близким Сейчас эндокринологи ждут аппарат суточного мониторирования В течение пяти суток прибор определяет уровень сахара в крови По его результатам можно будет более точно подобрать индивидуальный курс лечения Соответствующая заявка уже подана в профильное министерство Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария В Нанчике уличное освещение практически полностью будет переведено на новые технологии Первыми объектами, которые осветили экономичные фонари, стали Тажукинский сад и Ореховая роща Здесь замена ламп накаливания на светодиодные произведена в прошлом году В результате электричества сэкономили на сумму более 700 тысяч рублей То есть почти вдвое больше запланированного уровня, сообщила сегодня пресс-служба городадминистрации В настоящее время современные светильники установлены в Нанчике на улицах Марково-Вчок, Торчоково, Подгорной набережной в Кендже До начала следующего года планируется ввести в строй освещение на Захарова, Суворова и Калинина К городскому бюджету только в этом году строительно-монтажные работы обошлись более чем в 20 миллионов рублей Ну и это наша информационная служба завершает свою работу Напомним, электронная версия программы на сайте вести.кбр.ру Прямо сейчас прогноз погоды на предстоящие сутки Ну а мы с вами прощаемся, берегите себя и до встречи на телеканале Россия Здравствуйте! В предстоящие сутки на территории республики без осадков Ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 724 мм штутного столба В Зольском районе ясная погода, температура около нуля В горах малооблачное у подножия Эльбруса минус 2 В Тернаузе тоже осадков не ожидается, минус 1 В Баксане, Чигеме и Нардкали в пределах 1-2 градусов тепла В Прохладницком и Майском районах столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки на 1 градус Такая же погода и в Терском и Лискенском районах без осадков Немного теплее в Черехском районе плюс 2 В Нальчике тоже ясно и около 2 тепла На этом у меня все, хорошего настроения в любую погоду В магазине Уфис и Дом итальянские спальни от 98 тысяч рублей Спальня московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей Огромный выбор матрасов, спешите, город Нальчик, улица Кирова, 294 Субтитры создавал DimaTorzok